Здравствуйте! Я Александр Фридмар, я занимаюсь уже больше 25 лет духовной, семейной, индивидуальной терапией, психотерапией. И сегодня мы поговорим с вами о таком очень непростом периоде жизни каждого человека. Это подростковый период. Тут, когда мы обсуждали сегодня тему подростковый период, мне сказали, что тут в основном родители, у которых дети маленькие, не являются еще подростками. И я сказал, что я знал, что все на это попадутся, потому что по определению Всемирной Организации Здравоохранения подростками являются люди приблизительно с 9 до 26 лет. У нас тут родители-подростки есть или еще нет? Уже старше все. Хорошо. Вот. И действительно, как бы сегодня в силу разных причин, в силу того, что мир очень быстро развивается, у нас сегодня в мире все очень быстро, за последние 50 лет человечество сделало такой скачок, который не сделало за всю историю человечества. То есть фантастическая скорость развития и в хорошем понимании, и в плохом понимании. Мы немножко сегодня об этом поговорим, что хорошо, что плохо в этом. Но самое главное, что вот наши дети, и особенно дети вот в подростковом периоде развития, вот я помню, в мое время подростковый период, это был где-то 13-14, да, начинался там до 18, а сегодня, видите, как он расширился. Потому что колоссальный доступ к процессам, которые происходят в обществе, дети тоже подвержены этим процессам, колоссальные объемы информации на ребенка снисходят из интернета, через гаджеты, через все, что угодно, телевидение, масс-медиа, реклама и так далее. И очень часто ребенок просто не может это переварить, или переваривает это не совсем правильно, изредка правильно, то есть это зависит уже от личности. Мы сегодня поговорим, из-за чего, что происходит с такими подрастающими детьми, с подростками. Но у детей сегодня возникает сила того, что они подвержены влиянию, как мы уже сказали, огромного количества информации. У них возникают вопросы, которые они не могут переварить. Например, ребенку очень сложно понять, каким образом в семье появляются средства, деньги, как родители зарабатывают деньги. То есть он знает, что папа, допустим, или мама, или оба ходят на работу. Но почему он оттуда приносит деньги, и каким образом это вообще связано с его работой, почему за это платят деньги, а за что-то не платят деньги. Я помню, у меня один из моих детей, у меня шестеро детей, чтобы не сглазить. И один из детей, когда он что-то там попросил, ему было, я не помню, года четыре, я ему сказал, что я не могу купить, потому что это дорого. Он мне сказал, пойди возьми из стенки. Он имел в виду, как это называется, банкомат. Возьми из стенки, ну какие проблемы? Ты же брал из стенки, возьми опять из стенки. Другой мне предлагал, когда я ему объяснял, он очень хотел, чтобы мы купили какую-то шикарную машину. И я ему объяснял, что это тоже нам непосредственно. Он говорил, ну смотри, можно вы же с мамой вместе зарабатываете на работе деньги. Давай то, что вот мама зарабатывает, мы на это будем кушать, покупать игрушки, и все, что ему надо. А твою зарплату мы будем копить, чтобы у нас скопились деньги на какой-то там шикарную машину. Вот. То есть, ребенку непонятно все вот эти соотношения. Очень часто взрослых непонятно все эти соотношения. Они тоже хотели бы взять из какой-нибудь стенки средства на то, что им надо. И ребенка это часто повергает в стресс, почему вот это да, мы можем, допустим, если мы уже говорим о деньгах, да, почему на это мы можем потратить, почему на это у нас есть, а вот на это у нас нет. То есть, что важно, что не важно, да, принципы оценки ценностей, придавания ценности каким-то вещам, каким-то процессам. Ревность у детей в связи с тем, когда у детей ничего не было, там они играли какими-то там, я не знаю, ну, палкой, да, играли, что старший брат, что младший брат, или какими-то примитивными игрушками, то и ревности как-то кого-нибудь особо не было. Когда вот у старшего брата уже, например, есть компьютер, у младшего еще нету, а почему ему да, а мне нет. А вот ты ему начинаешь объяснять, что вот он учится, ему нужно для учебы, а он же не только учится, он еще играет, а я тоже хочу. И, опять же, это все стресс, это все как бы по чуть-чуть, капля по капле, камень долбит, да, то есть у ребенка накапливается стресс. И очень важно ребенку объяснять, постоянно объяснять, и несмотря на то, что он вам будет говорить, а я все равно, а я не хочу, я тоже хочу, чтобы у меня вот тоже было. И у вас, может быть, даже сложится впечатление, что он не слушает или не слышит, что вы говорите, он слушает и слышит, со временем он начнет понимать. Но вот этот период, где-то с 9 до 26 лет, это самая, я думаю, что это самая большая нагрузка, которую человек испытывает в своей жизни, психологическая нагрузка, она приходится как раз именно на этот период развития. Ну, там, может быть, в 9 лет еще там достаточно небольшая нагрузка, хотя тоже это зависит от той системы, в которой ребенок получает образование. Сегодня такая тенденция, что родители очень боятся не додать что-то детям, особенно если у родителей есть возможности. Да, ребенка загружают там колоссальным количеством кружков, отправляют учиться в какие-то супер-дупер элитарные школы, где тоже очень большая нагрузка. Это, на мой взгляд, неоправданное. Чтобы ребенка развить, чтобы ребенку как можно больше дать. Это очень двоякий такой подход. У него могут быть очень такие неприятные подводные камни и последствия. Потому что, с одной стороны, вроде бы вы вкладываете в ребенка, он развивается, но не каждый ребенок может вынести такую нагрузку. Плюс с эмоциональной точки зрения у ребенка часто есть перегрузки, потому что он еще ребенок, ему хочется играть, ему хочется свободное время, ему хочется общаться со сверстниками. Если он очень сильно загружен и перегружен, то в какой-то момент его психика может, не дай бог, дать сбой. И очень часто, по медицинской статистике, первые проявления, допустим, острых психотических изменений, то есть шизофрения, не дай бог, начинается где-то с 14-16 лет, может начаться у человека. То есть, безусловно, к этому есть предпосылки. Но если человек, ребенок, подросток растет в более, скажем, такой щадящей среде, это не говорит о том, что он целыми днями там в поле лежит с цветочками, да, и никаких стрессов не испытывает. Он испытывает стрессы, но опять же, мы взрослые, родители, наша ответственность также не только в том, чтобы вот вывернуться наизнанку и дать ребенку максимум информации, максимум, как бы его загрузить, но и также смотреть, адекватно смотреть, на что мой ребенок способен. Есть дети более восприимчивые, есть дети менее восприимчивые, есть дети, которые могут, как бы, у них работоспособность просто врожденная. Такой человек, у него работоспособность гораздо более развита, чем у другого ребенка. И тут, как бы, важно не пересолить кашу и не перегрузить ребенка, потому что от этого будут только проблемы, и иногда проблемы, которые на всю жизнь остаются, ни про кого будет сказано. Вот. Теперь, также на этот период приходится и обычно сдача экзаменов в школах, да, получение аттестата, плюс на это накладывается эмоциональное, социальное, половое созревание подростка, которое оказывает тоже колоссальное воздействие и колоссальная нагрузка, да, потому что нужно соответствовать, нужно нравиться и так далее. Все мы через это проходили. И часто вот сегодня возникает ситуация, когда подросток, допустим, уже учится в старших классах, и его спрашивают, а кем ты хочешь быть? Он говорит, а я не знаю. Не знаю. И тогда родители кто-то более мягко, кто-то более жестко начинают направлять ребенка. Очень часто бывают такие семейные традиции, что у нас, там, я не знаю, бабушка и дедушка, папа и мама, все шахтеры или врачи или преподаватели математики, значит, ты тоже будешь. А он хочет ловить бабочек и заниматься энтомологией. А ему говорят, ты что, кто таким занимается, да? То есть нам кажется часто взрослым, что, ну, конечно, мы лучше понимаем, что ему надо. И здесь можно пропустить очень такой тонкий момент, что вот он, ребенок, он личность, он душа, у него есть свои какие-то потребности, которые могут нам вообще вот в силу наших личностных каких-то качеств вообще быть непонятными, а вот ребенка есть к этому стремление и желание заниматься непосредственно этим. Еще в наше время также влияет то, что мы очень волнуемся за наших детей, за их экономическое будущее и самостоятельность. И поэтому мы говорим, что ловить бабочек это экономически невыгодно, за это большую зарплату тебе не заплатят. Да, и как ты собираешься там содержать свою семью и так далее и тому подобное. Это тоже очень такие тонкие вопросы. Все не могут быть врачами, юристами, программистами и кем-то еще таким. Нужны другие люди, то есть другие профессии. Нужно очень считаться с этим, потому что, как я уже сказал, можно сломать человека. Не хотим. Еще один очень важный момент. Уже где-то с 7-8-9 лет у ребенка возникает повышенное чувство справедливости. И, разумеется, это чувство справедливости, оно на уровне его понимания, осознания того, как устроен мир. Вплоть от того, что вот, а почему папе дали больше пельменей, чем мне, да, или почему вот вы можете еще не спать, а я должен уже идти спать. Ну, знаете, знакомые все ситуации. Вот. То есть это несправедливо. Несправедливо, нечестно. Вот это вот чувство справедливости начинает просыпаться у ребенка. Это тоже создает дополнительные стрессы. Плюс еще в силу того, что вот либеральные взгляды заполняют сегодня общество, то очень часто, опять же, это зависит от мировоззрения в том обществе или в той семье, в которой ребенок растет. Вот. Он считает, что он имеет абсолютно равные права со всеми, а иногда даже имеет больше прав, потому что он так хочет. И поэтому он считает, что он может требовать то, что он хочет. И, разумеется, часто родители начинают ему объяснять, что он не может получить все, что он хочет, и он не может часто, как бы, собой заменять родителей. И не часто тоже не может. Вот. И для ребенка это тоже особый стресс, потому что ему кажется, что я уже сильный физически, да. Там вот в 13-14 лет мальчик сильный, девочка вообще уже она уже маленькая женщина и внешне там может быть очень развита. Вот. И она вообще уже считает, что вот она прозябает, потому что где-то ходит и плачет ее суженый, потому что они не вместе и не рядом. И она уже готова любить, и она хочет замуж, и просто вот спасите-помогите, да. Как ее не понимают, и как вообще вот жизнь несправедлива. И это тоже создает дополнительный стресс. И с детьми, детям нужно объяснять, с детьми нужно разговаривать. И у нас, у взрослых, часто не хватает на это терпения, или мы просто не знаем, как это делать, и тогда очень стоит обращаться к специалистам. Теперь, из-за чего вообще могут возникнуть вот какие-то трудности, напряжения с подростком, да. Можно ли этого избежать? Есть три основных мнения. Первое мнение таково, что если изначально в семье отношения построены даже между родителями или и между там более старшими, братьями, сестрами и родителями, отношения построены, скажем так, гармонично, мудро, то и у подростка его подростковый период будет проходить гладко, да. Опять же, как отец шестерых детей, говорю, что не работает этот метод, потому что вот все дети одинаково воспитывались там в моей семье, и при этом каждый в подростковый период выдавал свою свечу, да, с которой нам, родителям, приходилось как-то уживаться и как-то переживать этот период. Вот. Второй момент, который, вторая версия говорит о том, что, что ничего не поделаешь с этим периодом, с детьми, потому что из-за серьезных физиологических изменений, да, созревания всевозможной личности, физиологическое созревание в человеке происходят такие катаклизмы, что это, безусловно, вырывается в виде импульсов каких-то эмоциональных, и ничего ты с ним не сделаешь, все равно, и его будет, значит, сотрясать, и он будет сотрясать вокруг себя весь мир подросток. Это тоже неоднозначно, потому что есть подростки, у которых все проходит спокойно и гладко, несмотря на все его созревания, на все процессы, которые он переживает, ничем не отличающиеся от других подростков. И третий подход, разумеется, это смешанный подход, который говорит, что может быть так, а может быть так. И мое личное мнение, что это более правильно, потому что каждый человек, он отдельная душа, отдельная личность, и все это происходит абсолютно индивидуально, все это взросление, восприятие внешнего мира. В чем еще сложность этого периода? Также в том, что, как мы уже говорили, подросток начинает чувствовать, что он более умный, более самостоятельный, у него легче и лучше получается манипулировать, выкручиваться в каких-то ситуациях, даже врать, ему вдруг начинают его вранью верить, потому что оно очень складное, не как у маленького ребенка, да. Вот. И плюс ощущение физической силы и внешней каких-то, может быть, привлекательности, внешних изменений, и также давление сверстников, потому что для детей и подростков мнение сверстников, оно очень часто более важно, чем мнение родителей, потому что, ну, сверстники же лучше понимают. Вот. У меня дети часто, там, я им что-то объяснял, и они говорили мне, ну, они, разумеется, это не воспринимали, и у меня такой подход, я говорил, я вот тебе сказал, если это не опасно, ничего там, я его не подвергаю какой-то опасности, то есть дать ребенку возможность решать самому или пройти через какие-то испытания, чтобы он набрался опыта, потому что, как бы, тот опыт, который ты приобретаешь сам на своих каких-то действиях, ошибках или успехах, это самый, самый запоминающийся опыт. Вот. И потом они ко мне приходили и с абсолютным недоумением, искренним недоумением говорят, папа, ну, как ты знал, ну, как ты знал, что это будет вот так? И каждый ребенок и подросток это проходит на разных этапах своего развития, но это, естественно, этого бояться не нужно. Самое главное понять, что сегодня подростки, они настолько быстро развиваются, а, как я уже сказал, подростки это с 9 лет, да, приблизительно, они настолько быстро развиваются, что мы, взрослые, за ними очень часто не успеваем, и это естественно. Не успеваем в каком плане? Они всегда будут лучше нас разбираться вот в каких-то новинках технологий, да, они всегда, вот, как бы, у них рука на пульсе, опять же, каких-то, там, передовых взглядов, мнений. Мне, когда нужно что-то узнать, там, что современного, да, происходит в мире, например, вот мне нужен был планшет, на котором удобно писать от руки. И я спросил у своих детей, они мне сразу выдали, как бы, я говорю, откуда вы это знаете? Ну, это, как бы, узкая специализация, люди этим интересуются. Пап, все это знают, что ты, о чем ты говоришь? Я говорю, я, значит, не все, я не знаю. Мир, пап, ну, ты старый. О том, что мы с женой старые, нам они сообщили, там, один из сыновей ему было лет, сколько ему было? Ему было семь лет, значит, нам было 31-32 с женой. Он сказал, у нас есть одна учительница, она немножко такая староватая. Я говорю, ну, что, сколько, сколько ей лет? Он говорит, ну, не такая старая, как вы с мамой, ну, лет 26, наверное, 27. Да. Вот. Потому что мы же вообще уже были старые. Так вот, да, для ребенка, как бы, вот, какие-то, какие-то... У него есть свое мировоззрение, свое мнение, и он знает лучше. Я помню, один из детей тоже ему было два года, и я позвонил домой, моя мама с ним была дома, то есть его бабушка. Я ей говорю, мам, включи компьютер мой на столе стоит, включи его, и там есть такое окошко, вот, там такая папочка, открой и прочитай мне это. Она говорит, я не знаю, как включается. Я говорю, попроси у Давида. Я говорю, включи на громкоговоритель телефон, она включила. Это же, что это ребенок? Да. Ну, ребенок, я говорю, с моим сыном, ему два года было. Наверное, еще даже двух не было, потому что он ползал. Я ему говорю, Давидик, иди к компьютеру и включи бабушке компьютер. Он подполз, нажал на кнопочку, включил компьютер. Моя мама сказала, все, это уже все, это фиаско. Да, он уже знал, где включается компьютер. Вот. И поэтому не стоит начинать войну с подростком, потому что война с подростком, она нами, родителями, проиграна еще на уровне замысла. Потому что победить его невозможно. Ну, в какой-то степени, слава богу. Потому что если бы дети делали только то, что им говорят родители, да, то человечество бы не развивалось. Вот. Победить его невозможно и не нужно. Потому что это естественный период развития. Нужно постараться его уберечь от, насколько это возможно, чтобы он себе не навредил и окружающим. Вот. Об этом мы сейчас тоже более подробно поговорим. А пытаться его заставить, чтобы ему нравилось то, что нравится нам, как бы, это просто невозможно. Потому что он будет сопротивляться всеми силами. И даже если есть какое-то здоровое зерно в том, что мы для него хотим, если это через силу будет идти, он его не будет воспринимать от нас. Вообще ничего не будет воспринимать, то, что идет через силу. Также опасность вот этой войны с подростком в том, что, как любая система, которая развивается, в момент своего максимального развития она максимально уязвима. Потому что она максимально неустойчива и все очень такое некрепкое. И, как я уже говорил, что, не дай бог, самое большое количество проблем психологических, эмоциональных начинается именно вот в подростковый период. Теперь, безусловно, подростку по-любому нужны рамки. Почему? Потому что даже до 26 лет, как мы сказали, подростковый период, казалось бы, взрослый человек, у меня в 26 лет уже было двое детей. А меня считали подростком. Вот. Но из своего опыта работы с молодежью я вижу, что вот действительно к 26 годам в среднем и мужчины, и женщины действительно достигают такой целостной зрелости, не только физической, но и эмоциональной, ментальной, и духовной зрелости. И именно вот этот вот возраст, он самый благоприятный для того, чтобы обучать человека максимально эффективно чему-то новому и значимому в его жизни. Это действительно так работает. Вот. И подросткам, как мы сказали, им нужны границы. Потому что вот эта вот еще неоформленность, непонимание самого себя очень часто приводит к тому, что человек может совершать необдуманные поступки, импульсивные какие-то поступки по отношению к себе, по отношению к окружающим. То есть вот эта импульсивность, которая может выражаться там в желании самоутвердиться через физическую силу, да, там подростки, они чаще конфликты выясняют, что называется, кулаками, или через свою сексуальность, тоже могут какие-то необдуманные действия, которых человек потом может сожалеть всю жизнь. Необдуманные поступки, например, не дай бог там за рулем очень часто подростки могут пытаться самовыражаться, там гонять, как-то опасно водить машину. Кстати, поэтому страховые компании и налагают большую страховку на людей до определенного возраста. Там вот у нас в Израиле, это самая дорогая страховка, это с 18 до 21 года, потом до 24 лет, уже чуть-чуть меньше, да, и потом там, по-моему, после старше 30, потом старше 40, то есть страховка как-то, потому что человек уже более осознанный, более ответственный. Вот. Теперь, как все-таки влиять, вот, и это касается не только подростков, это касается и детей тоже. Очень часто, как пытаться повлиять на него, вот, он как-то себя ведет, а ты бы хотел, чтобы он себя вел по-другому. Лучше всего, ну, опять же, все очень индивидуально, если отношения между родителем, ребенком или подростком, они очень хорошие, доверительные, и ребенок от вас воспринимает очень хорошо, а если нет, то нужно стараться переводить, как бы, источник информации, который вы сообщаете ребенку, не говорить, как бы, от себя, а говорить, что, вот, смотри, есть исследование, да, или, вот, у нас в религиозных слоях населения говорят, что вот так написано, там, в Торе, или так написано в каких-то мудрецах, в книгах мудрецов, да, и то, что я от тебя требую, например, вот, одно из правил религиозных в проявлении уважения к родителям, как бы, есть разные уровни, которые на себя люди берут в этом, в исполнении этого правила уважения к родителям, например, когда отец или мать входят в комнату, то, или домой, скажем так, домой, приходят домой, дети сидят там, каждый своим делом занимается, нужно, чтобы дети встали и поприветствовали родителей, да, это минимальное, как бы, такое уважение. Есть такие общины, в которых нужно не просто, чтобы ребенок встал, он подошел, поцеловал руку родителям, понимаете, то есть, как бы, можно там до... И то, что советуют мудрецы еврейские, что вот если ребенок говорит, а в чем должен стоять, я не хочу, то можно объяснить, что, смотри, ты это делаешь не для меня. Написано, что когда человек поступает по духовным законам, он это делает для себя, чтобы духовно развиваться, быть более гармоничной личностью, поэтому это надо тебе, уважение к родителям, это на тебе заповедь, а не на мне. Мне не надо, чтобы ты вставал, а вот тебе, как пример, да, это не... Вот, и поэтому, допустим, если вы скажете, там, ребенку или подростку, что не кури, потому что курение убивает, для него это такая абстракция, что он скажет, ну, это кого-то там когда-то где-то убивает, какая связь, ко мне я здоровый, бугай, со мной никогда ничего не случится, да, если вы ему говорите, что там, понимаешь, курение, оно пагубно влияет на здоровье, это вот есть такие исследования, и показать сегодня же все можно найти в интернете, и самое главное, что там курение или наркотики, алкоголь, они приводят к деградации личности до такой степени, что там показать, опять же, наглядно, да, что вот там человек теряет свое собственное я, и подростки этого очень боятся, потому что им же очень важна их самостоятельность, когда ты мне показываешь, что человек становится абсолютно зависимым, не дай бог, больным, и могут проходить всякие такие процессы невозместимые, да, я вот работаю в психиатрии, и мы очень часто получаем ребят, которые, ребят, девушек, которые приезжают там из путешествий по Южной Америке, какие-то они там грибы или какие-то еще наркотические вещи, они пробуют, и казалось бы, да, ну вот все попробовали, ну, там вот одурели, пришли в себя, а у одного начался острый психоз, и вот он не может из него выйти, его привозят, госпитализируют в закрытое отделение, в больнице, да, и никто не гарантирован, вот с кем это случится, с кем не случится, там сегодня так очень популяризация идет, допустим, легких наркотиков, марихуаны, да, вообще полезнее, чем алкоголь, и вообще-то, а наблюдаются у некоторых, опять же, не у всех, но у некоторых, да, наблюдается там угнетение личностных каких-то проявлений, то есть человек тупеет, тупеет, ухудшается память, у 100% нет, ну, приблизительно, да, а у одного, да, тот, с кем это случится, для него это 100%, понимаете, его уже не интересно, что на всех не подействовало, а на него подействовало, его жизнь уже, как бы, искорежена, не дай бог, вот, и поэтому ребенку нужно это все объяснять, чтобы он понимал, что он берет ответственность, что это не баловство, всякие разные процессы, опять же, проявление сексуальности, да, детям очень, детям, подросткам очень интересно, там, сексуальная близость, сексуальный контакт, опять же, объяснять, чем это чревато, потому что очень часто люди не умеют, даже взрослым сложно об этом говорить, сложно там называть все своими именами, опять же, в зависимости от мировоззрения ребенку потихоньку нужно объяснять о его сексуальности. Редактор субтитров А.Семкин